Продолжаем нашу последовательную конференцию. Зачем внимания в комментариях нашего главного тренера, меня дорогой Бог. Я думаю, что они настроились хорошо на эту игру. Начали плохо. Первый тайм, ну так можно сказать, взяли в начале. И первый тайм, думаю, что не показали эту игру, которую мы показывали. Не было этих хороших подходов к оборотам. Тула была только хорошая момент у Каноликова, к сожалению, когда он забил. И в втором тайме чуть-чуть, думаю, мы прибавили. У нас был очень хороший момент после углового, когда Рохель мог забить. В Туле было тоже пара хороших моментов, когда они могли забивать. И могла быть и ничья, но думаю, что Тула по желанию была ближе к победе и победила. Медрак, что с Антоном, когда отдать его возвращение на поле? И насколько ощущалось его отсутствие сегодня? У него проблемы с приведением с мышцами. Мы ожидаем, что, может быть, к игре с Краснодаром будет результат. По поводу замен. Вышел Паша Яковлева на место крайнего защитника. Почему? И вот показал, что в моменте с пропущенным мячом он офсайт не выполнил. Нужный маневр, и поэтому гол получился. В целом, как замены сыграли? Оцените Пашу Яковлеву. Знаете, как мы хотели, Паша, универсальный игрок, который играет на разные позиции, мы хотели усилить давление на их левый фланг. Идея была, чтобы он больше приключался. Плюс Денисов был травмирован физически, он не очень хорошо готов. Получил этот удар на середине поля. Просто думали, что усилили на атаку, но так и не получилось. А в момент с пропущенным мячом он не видел. Я, дорогой, вы сказали, что есть вопросы пожелания футболистам. Что это? Две победы одержали, и уже можно расслабиться. Такой менталитет? Ну, я думаю, что, может быть, я что-то не сделал так, потому что, может быть, мы ожидали, что легко выиграем, может быть, ожидали, что выиграем на качество, а в российском чемпионате очень трудно. Любой противник это очень серьезный, очень трудный противник. Так что, можно сказать, прежде всего, поражение для «Тамайо». Медрак, вы неоднократно говорили уже в этом году, в 2019-м, что у нас качественно обоины игроков, в том числе скамейка, вот в этом, в этой игре показалось, что не хватает, да, футболистов. А сейчас две подряд очень важные игры в Ринбурге и в Краснодаре. Как, во-первых, по ростеру, по составу вы можете оценить ситуацию, и как команда будет готовиться вот сейчас? Как будет готовиться, что нужно сделать прерыв или найти на игру? Команда будет готовиться, как всегда, готовиться за любого соперника. И думаете, что мы сейчас променяем подготовку, потому что проиграл. Чего-то вопрос. Бывает и поражение, я думаю, что можно проиграть иногда. Значит, у нас в Чечерин травмировал, травмировал Рабиу, Антон травмировал. И я надеюсь, что Антон и Рабиу будут готовить к Краснодару. Надеюсь. Все остальные, более-менее, нормальное поражение всегда неприятно, но это такой спорт, футбол, можете выиграть, можете проиграть, тут может быть ничья. Будем готовиться в штатном режиме. Спасибо. Спасибо.